Ой, ну он уже мокрый вообще, че... Привет всем! И сегодня опять ко мне приехала моя дорогая Алена, и мы будем с ней петь что? Медовик. Сразу к делу. Перед тем, как мы приступим к тесту, мы займемся сметаной. Ее нужно избавить от лишней жидкости. Мы это делаем совершенно нехитрым способом. Берем емкость, сито и марлю. Марлю я купила в аптеке обычную, сложила в 4 слоя, вырезала кусочек такой, который вот так вашу емкость закрывал, было удобно. Берем соль, на глаз, не принципиально, насыпаем в емкость. Соль вытягивает лишнюю влажность, вот так, 2 столовые ложки. Ставим сюда емкость, открываем сметанку, высыпаем. У нас 20% жирности. Я помогу тебе, давай. Вот так, кстати, неудобные крышки, абсолютно. Очень сложно открываются. И отрывается бумажка тоже, неудобные. У меня тоже. Сметана неплохая. Все так делают, облизывают пальчик. Напишите в комменте. Руками лезть, поэтому я это сделала. И силиконовой лопаткой, чтобы экономно это все делать. Не буду палец облизывать. Угу. Всего мы взяли 5 баночек. Ну, будем смотреть. 5 баночек под 370 грамм. Это 1,9 кг почти. Вот так вот. Есть в холодильнике еще одна. Да, на всякий случай. Ну, если останется, я думаю, сырничками можно будет потом уплетать. Последнее, пятое. Все, готово. И что делаем дальше? Теперь мы это отставляем в сторонку, чтобы оно не будем трогать. Пусть оно стекает себе. И мы приступаем к замесу теста. Нам на первом этапе нужно 4 яйца. Делаем это все правильно. Берем 4 яйца. Идем и моем. Не знаю, может кто-то не моет, но я мою яйца. Вот так. Мы вбиваем, смотрим, вдруг будет испорчено яйцо. Чтобы мы не испортили потом все остальные. Все в порядке. Запаха нету. Внешний вид отличный. И вот так делаем. А тебе вообще часто попадались яйца такие плохие? А, ну у вас часто домашние. Попадались? Мне, честно говоря, ни разу. Не попадались. И ты вбивала их в общее? Нет. Нет, один раз яичницу делала, да. Все испортила и все к чертям собачьим. Да. Все. Лучше мы лишний раз помоем тарелочку. Тарелочку. Так. 4 яйца у нас есть. Отложим это. О, какие красивые, желтенькие. Большие, да. Катя, это на домашний. Включаем? Можешь включить. Включать надо, когда мы поставим. Да. Теперь мы ложим мёда. Две столовые ложки. Рама, посмотри там. У-у-у, какой мёд. Мёд домашний. Аленушка привезла. Ну, так как я не хочу руки выпачкивать, я сейчас вот так сделаю. Мы чуть-чуть больше положим. Ой, прям. Я вообще обожаю. Мой самый любимый торт это медовик. Ещё немножечко. И пинчер. Но никогда медовик сама я не делала, конечно же. Итак, ставим в кастрюльку, обнулим. И нам нужно 2 стакана сахара. Мы на вес, это 4 стакана. А, есть обычные стаканы, да. 4 стаканы. Я, между прочим, один раз попутала. Вместо 2 стаканов 2 столовые ложки положим. Отлично, не сладкие. Вы знаете, отлично, мед спас. Может быть, кстати, не надо было переусердствовать сахар. А мы сделаем крем не сладкий, и он раскомпенсируется. И 2 чайные ложки соды. Раз, два. И всё это теперь мы ставим на плиту. Идёмте ставить на плиту. Мощно, не мощно? На маленький огонь. Постоянно нужно помешивать, потому что она может пригореться. Короче, стоим, мешаем. Мешаем. Она должна увеличиться вдвое. А сейчас она пока нет. Она должна увеличиться вдвое. Всё, и мешаем, ждём, пока оно всё растёт. Ну, потом покажем, как оно должно быть. Видите, как домашний, жёлтый. Она должна подождать, чтобы сахар растаял? Она будет пениться. А за счёт чего оно увеличивается? Она будет пениться, да, сода. Я подожду, пока мёд. Растает на луке. А, кстати, там и мёдик у нас точно. Смотрите, это промежуточный этап. Я взяла венчик, масса уже начала топиться. Смотрите, какая она. Это ещё не завершающий этап. Мы ещё держим на огне. Видите, какая красота уже. Обязательно мешаем, интенсивно мешаем, чтобы оно не пригорело. Интенсивно, интенсивно. Уже слышишь это? Запах, запах. Вот смотрите, уже масса увеличилась вдвое, и она начинает закипать. Пузырьки появляются. Всё, и здесь мы его снимаем с огня, и пусть оно минут 10-15 остывает. Да, да. Вот сюда. Вот сюда поставить. Я ещё помешаю на всякий случай, чтобы оно там всё. И пусть оно остывает. Ещё в свою очередь. А мы идём чем заниматься? Чай. Отлично. Пить чай. Наша масса остыла. Для удобства я её хочу перелить в более большую ёмкость. Вылоем. Вот такая она у нас получилась. Прям как карамелька. Сахарочек, сахарок. И теперь мы в эту массу добавляем муки. Муки на глаз, чтобы тесто не прилипало. Здесь я вам не подскажу. Будем смотреть. Банка у нас 2 литра, почти полная. Ну, естественно, надо просеять. И вымешиваем хорошо. Вот я тщательно перемешала. Видите, тесто ещё жидкое-жидкое. Поэтому мы ещё смело можем ложек 6 столовых с горкой добавить. Тесто уже стало таким более вязким и такой лопаткой мне уже неудобно мешать. Поэтому пока ещё мы ложку возьмём, чтобы сильно к рукам не приставало. Будем вымешивать ложкой. А уже когда ложкой прям станет невозможно мешать, тогда уже помощь нам в нашей ручке. Добавляем ещё муки. Здесь уже нужно по чуть-чуть. Вот штучки 3 добавлю. Столовых ложки с горкой. Вот уже тесто, видите, какое прям. И вот к ложке не липнет особо. Сейчас я ещё вымешаю немножко, добавлю 2 ложечки. И уже буду туда ручками. Заладить пальчиками своими. Вот так ручками вымешиваю. А сколько пора включать и греется или нет? На каком этапе пора? Ну вот я сейчас... Дай мешаю, да? Нет, у тебя она 15 минут. Тогда можно включать. Можно включать. У-у-у-у. А включаем какую форцию? Верх-низ просто, да? Да. Сколько градусов? На 180-200. Ну а там у вас будет зависеть от вашей духовки. Тот неловкий момент, когда нужно ещё добавить муки, а руки-то уже грязные. Ты попросишь моей помощи, конечно. Я справлюсь сама. Ну какая? Ну да, если бы меня не было рядом. И вымешиваю. Какое вот тесто это должно быть. И я ещё вымешиваю немножко его. Ну оно от теплоты рук тает. Там же мёд, поэтому его сильно прям вот так вот муки... Ну как бы сколько бы ни ложили, в принципе, он бы всё втягивал в себя это тесто. Втягивало, потому что от теплоты рук мёд тает. Ну вот такое вот оно. Теперь вот в зависимости от размера коржей, который вы будете делать, ну это тесто нужно поделить на это количество. У нас такой специальной нету штучки, которая будет вырезать коржи. Мы взяли обычную кастрюлю, крышку от кастрюли. Такого диаметра мы не меряли. Я думаю, что нужно коржей 6-8 должно получиться. Ну вот так вот. Катаем вот такие шарики, делаем себе заготовочки. Коржи нужно будет тоненько раскатывать, поэтому много будет у нас ещё остатка. Тесто хорошо липнет, поэтому это не проблема. У нас может даже больше получиться, чем 6-8. Раскатываем коржи. Я это делаю на пергаменте, он уже у тебя нарезан. Ну он вообще отлично. Я думаю, он размер подойдёт. Это же фрайканбор. Отлично. Я сразу это делаю на пергаменте. О, какие красивенькие, а! Немножко вот так раскатываем и беру коржик. Вот так раскатываем. Края можно сильно не раскатывать, потому что они всё равно... И вот так делаем. Раз. Придавили. И достанем. Убираем. Вот такой красивый! Сейчас придёт. И форма такая красивая. Да, и такой аккуратненький, и все будут одинаковые. И всё прекрасно. Можете попросить вилочку? Конечно. Нам нужно проколоть. Ага, дурочки такие, да? Да. Непринципиально, а сколько? Всё. Я сейчас. Раз, это лишнее мукою ушло. Всё. И идём выпекать. Он очень быстро печётся, поэтому нужно смотреть, и это всё зависит от вашей духовки. Мы минутки-через две посмотрим, как он выглядит. Отлично, прекрасно. Да, и от толщины коржа, естественно, вдруг вы сделали немножко потолще, значит, соответственно, ему тольче выпекаться. Хорошо, вот и славно. Да. Время не теряем. Продолжаем. Конечно, приступаем к стороне. А чем тоньше, тем лучше? Конечно, да. Прямо вот медовик, почему он коричневый такой получается? За счёт мёда. За счёт мёда. Ну, и всё, и так вот делаем все-всё-всё-всё наши шоу. У нас точно больше фонарики. Пик, пик. Учу я и ароматы. Да? Скорее сюда. Смотрите, как пахнет. Вау. Раз. Ой, как пахнет. Как пахнет. Нужно быть осторожным, горячо. И несём остывать на досточку. Всё. Вау, какой красивый. Как он пахнет. Ой, какой он мягенький. Обалдеть. Мы не теряем время. И раскатываем голодочек. И мы вложим второй пак. И бегом в репекацию. Мы не ждём, пока корж полностью остынет, чтобы было легко снять пергамент. Вау. Вау. Товарищи. Это нечто. Ой, какой он прекрасный. Ой, какой он красивый. Такой прям берёшь в ручку, он нижний-нижний. Для совершенно экономных хозяюшек я обычно использую ещё эту сторону. Ну, кстати, да. Почему бы нет? Потому что если коржей будет 12, там, ну, 10, ещё больше. Почему бы нет? Что у нас получилось? Сейчас мы достаём нижний, потому что он первый был. Тухов-кушный. Ну, а, кстати, верхний позже на сколько, и он тоже готов, так как он выше, да? Да, да. Скажи, скажи. Противень у него не... Он дышит снизу ещё у нас. Какой-то мега-крутой противень я испробовала. Хотя он у меня был не при деле ещё. Купила я его в Болгарии. В Лиделе. Так. Может, так не... Ой, какие красавчики, товарищи. Вы просто не представляете. Я не знаю, у вас это тоже так происходит? Или часто. Или как-то иначе. Ну, я прям кайфую от этой красоты. Прям вот красиво это всё. Прям сейчас сфотографирую. И в Инстаграм сделаю. Показывай эту красоту. Я тоже буду готова. Тут уже готова. Вот один на один, без проблем. Обалдеть. Идём с вами на верх. Молодец, это светлый, как быстренько. Процесс пошёл, 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 пошёл. Знаете, чем я люблю этот торт? Чем? Тем, что коржи можно сделать заранее дня за три. У вас уже будет заготовочка. До нового года. Да. Между прочим, отличная идея. Прямо с ними ничего не будет? Ничего не будет. Я уже делала. А они как бы не сохнут, не это, ну, нету. Нет, нет. Отлично. Короче, на Новый год готовим медовик. А Алёночка, конечно же, приедет и повторит это нам за три дня до Нового года. Без проблем. Итак, Алёночка сказала, что пергамент ещё отличается, который менее дорогой, как сказать. Короче, дешёвый, да, который меньше, дешевле стоит, он пристаёт, а фрекенболк не пристаёт. Единственное, что нужно ещё досточку, чтобы они один на один тёплыми не ложатся. Да, не макрели. А с салфетками может перекладывать или нет? На злойке опыт с салфетками. Теперь мы будем сложивать курш на курш. Они немного подостыли, да, всё равно как бы. Да, да. И отлично. Перекладываем их с салфетками. Приступаем к перемазке нашего торта. Хочу вам показать весь фокус. Смотрите, сколько жидкости лишней нашей сметанки. Это всё соль сделала, между прочим. Ну, теперь берём вот так. Сметану должна очень хорошо отстать от марли. По идее, да? Ну, да. Сейчас вот так. Вау! Вот это чудеса! Вот это поворот! Давай наоборот! Мы уже посмотрели на объёмы нашей сметаны. Переживаем, что может не хватить. Может не хватить перемазки, поэтому мы добавим шестую пачку сметаны. Как раз она её немножко разбавит и будет отлично. Сметаночка, сметанка. Ну, гляньте, какая-то густая какая-то. Ну, это то, чтобы не жидкая, но тем не менее. Отличаются. Да, именно. Крем вообще не замасловатый, поэтому, я думаю, справятся с ним все. Добавляем сахар. По вкусу. Сахара, кстати, да, можно не переборщить. Добавляем сахар и борщей. Коржин на сладкий. Я, например, сладкое... Нет, три башки. Густому его добавлю. Немало это? Ты обычно сколько по стандарту? Да, по-разному. Сейчас я так помогу немножко. Нужно попробовать. Наш крем уже готов. И теперь мы будем перемазывать наше каши. Я беру немножко, чтобы торт не ездил по форме. Поэтому вот так. И вот так в центре. Немножко придам. Ничего страшного. Обалдеть. И не жалеем крема. Мажем. Мажем, мажем, мажем. Боже, как это красиво. И так проделываем с каждым коржем. Немножко придам. Немножко красиво. Невероятно. Красота. Надеюсь, будет так же и вкусно. Да я уверена. А между прочим, у нас всего получилось 11 коржей на тот объем. И один вот такой на присыпку. Но мы к нему вернемся позже. Видите, благодаря тому, что мы сметану слили с нее лишнюю жидкость, она такая воздушная у нас, как прям крем-масло какое-то сливочное. Прям как сливки густые. Ну и при этом у нее достаточно влаги для того, чтобы пропитать сам кожу. Наши коржи, да? И теперь нам нужно выровнять вот крем вот так. Это можно лопаткой делать, поэтому ножом широким. Какая красота. И вот у нас осталась еще сметана. И мы берем вот зазоринки вот эти вот так. Заполняем сметанным кремом. И как раз тем самым пропитываем еще и бока. Сюда можно сметанки не жалеть, чтобы потом можно было удобно приклеить посыпку. Приступаем к присыпке. Вот у нас корж нож. Мы ломаем на мелкие кусочки. И погружаем его в блендер. Ой, как красиво! Как арахис. Давайте второй заходим. Ой, 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 ой. Наша присыпка готова. Сейчас будем украшать наш ту. Это кайф! Ты же не забываешь, что у нас бока еще? Постараюсь. Ну. Наверное, лучше руками это было. Ах, а я говорила! Теперь буду слушаться тебе. Ну, удобно. Я не знаю, как это делать. Не уверена я это. Ну, попробуй! Ну, просто что, хватит ли у нас таким образом, поняла? А мы потом соберем. Может быть, ложечкой, типа, вот так, ну просто прикидывать, попробуй. Ну, вот как бы, поняла? Так сверху. Да. Надеюсь, все равно снимается. Ой, ну, это как красиво все равно выглядеть. Я не могу налюбоваться. Да. Прихло, может, так чуть-чуть ручка. А потом и соберем просто. А потом. Надо было вот так делать. Что много. Я половину уже сделала, да? Ну, плюс-минус. Именно. С тобой вообще нужно быть повнимательнее, я смотрю. У нас живой блог. Ох, люди любят нас за то, какие мы есть, да? Свинтусы, да? Свинтусы. Вау, 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 вау. Ну, я одно могу сказать. Я себе дома такой никогда не делала. Поэтому за вкус я не спорю, но за внешний вид однозначно он очень красивый. Он безумно красивый. Ну, вот почти и весь готов. Ну, еще есть одна маленькая деталь. Чтобы вы понимали, место в холодильнике нет вообще. А его в холодильник сейчас не нужно оставить. Пусть он при комнатной температуре пропитывается. Сколько? На ночь. Я же сказала, на ночь. Не, ну, не ночью должен стоять в тепле. В тепле нет. У нас есть балкон, мы на балкон можем вынести. Спасибо вам, Алёнушка. У нас балкон сразу туда, за дверь. Ну, не принуждено. Пойдем опять 3-0. Закончили мы наш торт. Гляньте, какой он красивый. Посмотрите на Алёну счастливую. А я какая счастлива. Всем приятного аппетита. Думаю, этот торт всем понравится. И желаю вам, чтобы на каждом столе он в новогоднюю ночь был. Все, ставим лайки и ждем следующий рецепт от Алёны. Всем пока. Итак, друзья, 10 часов вечера. Не будем выждать до завтра. Алёне скажу, что ела завтра. Начнем. Алёна все увидит по видео. Ну, это будет потом. Или на видео. Ой, ну он уже мокрый вообще. Не видать мне, друзья, кубиков пресса, как своих ушей. А если так дальше дело пойдет, то буду болеть зеркальная болезнь. Кто знает, напишите, что такое зеркальная болезнь. Это кому такой мини кусок? Тебе. Блин, надо было поменьше. Ну, надо. Ю-моё. Ю-с-ай-мораки. Тебе надо сфотографировать это дело. Да. Итак, друзья, конечно, торт, торт, ряженка и какой-нибудь интересный фильм. А фильм мы будем смотреть какой? Блин, я не помню, как он называется. Если что, напишу в комментариях про дедушку, который делал суши. Это сейчас считается одним из самых крутых ресторанов в Японии. Всем спокойной ночи и сладкой. Субтитры создавал DimaTorzok